Музыка Когда-то византийцы называли его Херсоном, славяне-корсенем. До VIII века этот город, эта крепость была фортпостом Византии в Крыму. В 988 году сюда, в Крым, прибыл князь Киевский Владимир вместе со своими дружинами. Несколько месяцев осады, и город пал, город был взят. Покорив Херсонес, Владимир шлет послание в Византию, в Константинополь. Шлет царям константинопольским. Два правителя правили в то время. Один император Василий II, а второй Константин VIII, его соправитель, его младший брат. И в этом послании он просит, он требует, чтобы ему в жены отдали они свою сестру, царевну Анну. Через послов он вскоре получает ответ. Можем отдать тебе сестру нашу, только с условием одним, что веру нашу примешь, христианскую. А так нельзя. Послы снова отправляются в Византию и сообщают, что царь готов, что он согласен, что он так любит, или так нужна ему эта царевна Анна, что он готов креститься в новую веру и просит для этого и священников послать. Долго приходилось упрашивать Анну, чтобы она согласилась. Потому что считалось, что как куда-то на смерть или на каторгу отправляют ее. Но не только любовь, но и политические интриги требовали свое. И царевна Анна отправилась. В Херсонес она прибыла на корабле вместе с целой свитой священников. Князь Владимир принял ее с великими почестями. И очень скоро была сооружена специальная купель, в котором и состоялось крещение князя Владимира. А очень скоро за ним и венчание царевны Анны и Владимира Святославовича. Крещена была и княжеская дружина. В радостном настроении возвращался князь домой в Киев. Все получилось. Все условия выполнили. Крым стал территорией, в которой теперь он владеет. Более того, новая жена рядом с ним. Возвращаясь в Киев, он, конечно же, знал, что он должен теперь поступать по-другому. Когда он покинул Киев, он был язычник. Он был тот, кто созидал пантеон богов во главе с Перуном. Перед самыми страшными походами, перед самыми ответственными решениями, которые он принимал в своей государственной жизни, он приходил туда. Рядом со своим дворцом стоял этот пантеон богов. И там он совершал моление. И когда возвращался с победой из походов, он снова приходил и преклонялся перед этими богами, и служил им благодаря за дарованную победу. Теперь, по прибытии в Киев, он первым делом усердно занялся истреблением идолов. Чтобы лучше убедить народ, что те идолы, которым он поклонялся, и они поклонялись, они ничтожество, они ничто, он повелел свергнуть главного бога Перуна с постамента, привязать его к хвосту лошади, бить палками, прутами и по Андреевскому спуску вниз к самой реке и там утопить его. Сделали, что поручил князь. Более того, он поручил, чтобы следовали по пути, когда он будет плыть, чтобы где-нибудь к берегу не пристал, и палками, чтобы отталкивали его войны, чтобы уплыл подальше этот бог, которому раньше поклонялся. Выполнили. За пороги отправили вниз по реке. Правда, потом, через какое-то время, в отдалении, ветер и волны прибили бога Перуна к берегу. И народ, некоторая часть народа возрадовалась, потому что пока Перун плыл, они бежали по берегу вслед за ним и взывали «Выдыбай, Боже! Выдыбай!» по-русски «Выплывай! Выплывай, Боже!» на берег. Ну, а тут выплыл. С того времени район этот называется Выдубичи. Есть и станция метро такая в Киеве, в Идубичи. Так свершилось крещение на Руси. Так принял князь веру христианскую. Но еще сам народ, который все еще на бога Перуна надеялся, он же еще не был крещен. И поэтому буквально вскоре после этих событий призвал царь Владимир весь народ киевский. Назначил день. И вышли они все к реке. Мужчины в одном месте, женщины в другом, детей, наверное, на руках держали. И повелел он им всем креститься. Кто-то с радостью воспринял, кто-то со слезами, вспоминая, как бога Перуна свергали. Но был крещен в реке, в воде погружением. И город весь, и люди, жившие там. Княжеский указ был выполнен. И вот теперь вопрос. Тысячу двадцать пять лет прошло с тех пор. Изменило ли крещение жизнь тех, кто жил на Руси? Сделало ли принятие христианства этих людей воистину счастливыми? Может ли мое решение и мое крещение изменить мою жизнь и мне дать счастье? Или же это всего лишь обряд, который ничего не меняет в моей жизни? Историки и современники, богословы и ученые могут по-разному оценивать поступок киевского князя Владимира. Люди по-разному говорят о решимости или решительности человека в жизни изменить что-то. Но нас интересует конкретный вопрос. Может ли и меняет ли что-то крещение в моей жизни? Что оно приносит с собой? Для того, чтобы найти верный ответ, предлагаю снова вернуться к истокам. К истокам истины. Нам важно не просто знать, что люди говорят. Нам важно не просто историю вспомнить. Нам важно увидеть, а что Бог говорит. И если Бог говорит, то как исполнить мне это? Первый текст, который предлагают для прочтения Евангелия от Матфея, 3 глава, с 1 по 3 стих. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Народ в Израиле ждал перемен. Народ в Израиле надеялся, что что-то изменится. Жизнь счастливой назвать, наверное, они не могли. Да какое может быть счастье, когда их ограничивали в гражданских правах? Какая жизнь может быть счастлива, если оккупационные войска продолжают ходить по их улицам и исполнять то, что они требуют, вспоминая древние пророчества, вспоминая рассказы о той жизни, которой они жили раньше, их предки, конечно же, они слышали, понимали и знали, как чудно Бог раньше их вел по жизни, их предков, как кормил их манной в пустыне, как избавлял от неприятелей, о могуществе и силе Божьей сотворившего небо и землю, конечно же, они помнили это. И вот они слышат теперь глаз Иоанна Предтечи, который говорит, приблизилось Царство Небесное, вы читали пророчества, вам говорили, что Избавитель придет, приблизился этот день, он близок к вам, он идет, приблизилось Царство Небесное, и что же нам делать, спрашивают тогда люди, и вот его конкретный ответ, «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить о себе Отец у нас, Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей, Авраам». посмотрите, как открыто Он говорит, что им следует делать. Сотворите достойный плод покаяния, сотворите то, что вы раньше не думали делать. Не звучит ли это предостережением и для нас, когда мы сегодня говорим, но мы же в общем-то люди неплохие, мы же не злодеи, мы же не грешники какие-то, мы же в Бога веруем, богославим в наших христианских жизнях, в наших христианских традициях, мы же лучшего ищем. Иоанн Креститель, обращаясь к верующим людям, взывает к их совести и говорит, если вы хотите на самом деле обрести свободу, если хотите, чтобы радость жизни, она кипела у вас, сотворите достойный плод покаяния. Проповедь Иоанна Крестителя пробудила великое движение в Израиле, о нем стали говорить об Иоанне Крестителе и его проповеди в домах бедняков и в домах богатых людей и царских палатах. Современник тех событий апостол Матфей, посмотрите, как сообщает, тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Те дни, я уверенно могу сказать, можно назвать было днями духовного пробуждения в Израиле. Что-то коснулось людей, поняли они, что не так все в жизни было, как должно было быть. И потому теперь, когда слышали призыв изменить эту жизнь, когда Он провозглашал им о Царстве Божией и о том, что это Царствие Божие достигнуть можно, они поспешили к Нему. Они поверили, что это правда и, как мы видим, исповедовали, то есть признавали, что они неправы были, признавали свои проступки, признавали грехи свои, признавали свои ошибки и затем спускались в воду и принимали крещение. Но вот настает день, который очень сильно удивил самого потому что Евангелие от Матфея описывает, что в этот день к Иордану подошел сам Господь Иисус. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне? Но Иисус сказал Ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его, и крестившийся Иисус тот час вышел из воды, и все отверзли с Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на Него, и все глаз небес глаголищи, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Помните, что было произнесено Богом в самом начале, когда мир за шесть дней был сотворен, когда закончилось творение, Бог, глядя на сотворенный мир, говорит, что все это весьма хорошо, все правильно сделано. Вы не чувствуете, что подобная же речь или подобная же звучит здесь, когда Христос, Его Сын Божий принимает крещение. Сей есть Сын Мой возлюбленный, Который что сделал? Правильно все сделал, в Котором благоволение Мое. Хотя, конечно же, наш Господь не был плохой личностью, Он не был грешником, Ему каяться не в чем было, потому что Он был без греха, но Он Сам объясняет, почему Он идет, как все, к Иордану, и почему Он, как все, принимает крещение. Потому что так, говорит Иисус, надлежит нам исполнить всякую правду. То есть показать пример, как правильно, и то, что Иисус сделал, благословение Отца Небесного сразу получило. Бог Отец тут же провозгласил, это правильно сделано, это верно сделано, так и должно быть. Когда Христос совершал свой труд на земле, и завершая уже, обращаясь к своим последователям, ученикам, дает им поручение, Он говорит, идите, научите все народы. А дальше Он говорит, что должны делать, когда научат эти народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он Сам вначале показал пример, а потом говорит ученикам, а теперь продолжайте делать то, что я вам показал, как правильный поступок, как то, через что должен каждый человек пройти. Теперь пойдите в этот мир, пойдите и расскажите тем, кто не знает счастья, кто не испытал близости с Богом, кто не испытал радости служения Ему, идите и скажите, какой же смысл сокрыт в самом обряде крещения, какой смысл сокрыт в том, что я вот должен креститься. Возможно, нас несколько удивит то, что об этом пишет апостол Павел, а он довольно подробно, я бы сказал, богословски глубоко касается этой темы. Попробуем эту глубокую мысль сегодня для себя открыть. Послание к римлянам, 6 глава с 1 стиха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Уже понятно или непонятно пока? Думаю, что пока еще не до конца понятно, потому что он продолжает. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий человек наш распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Давайте сначала то, что вот очень понятно для нас, вот некоторые фразы. Итак, понятно, что умерший он не грешит. Понятно, правда? Когда человек уходит из жизни, он уже не мыслит, не делает, не говорит ничего плохого. Он уже не грешит. С этим понятно. Что еще нам понятно? Что когда мы совершаем недобрые поступки, то мы на самом деле показываем, что мы чьи слуги или чьи рабы, рабы греха, да? Здесь именно об этом говорится, что являемся рабами греха. О том, что нам нужно, крещение говорит о том, что нам нужно от всего этого избавиться и ходить обновленной жизнью, говорит о чем? Что в жизни человека, который проходит через опыт крещения, непременно должно быть обновление. А вот теперь попробуем те слова, которые несколько сложнее для понимания. Хотя на самом деле апостол Павел берет, я бы сказал так, сюжет, один сюжет из жизни или из веры христианской церкви и на его основании. Причем самый известный сюжет, поскольку во дни апостола Павла, о чем больше всего говорили христиане, о чем проповедовали? О том, что в этот мир приходил Иисус, что он умер, был римлянами, предан на казнь, что народ израильский его отверг, а потом на третий день он воскрес. Это была основа христианской проповеди. Не было ничего более важного, не было ничего более ценного, чем донести до слуха, до сознания людей вот эту истину. Это трудно было вместить слушателям. Язычники никак не могли понять, как это Бог может спуститься на землю, чтобы этих презренных людей спасти. Боги языческие, они совершенно по-другому действовали всегда. Это были громомерцы, это были наказующие, это были карающие боги, а тут Бог любви, который оставляет все на небесах и добровольно соглашается пойти на казнь. Но не только язычникам это не было понятно. Вожди израильские, вожди иудеи, разве они такого Бога ожидали? Они ждали избавителя, они ждали царя, кто придет и возвратит им государственность, власть, уважение, почет, и они будут царями над всей землей. Вот чего ждали вожди израильские. А здесь мы читаем, что другая проповедь, другие мысли, страдалец, страдалец им не нужен был. Апостол Павел обращается именно к этим событиям, которые все-таки имеют в центре смерть и воскресение Иисуса Христа. Он как бы приглашает своих слушателей. А ну давайте мы подойдем поближе и распознаем, что же там произошло. Позвольте еще одну цитату, прежде чем мы продолжим дальше наше размышление. 1 Петра 2 глава стих 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды ранами его вы исцелились. Апостол Петр как бы продолжает эту мысль об обновлении, что человек грешный, он как тот, кто раненый, что его тело в ранах, он жить дальше не может, эти раны его погубят, но есть исцеление, и Петр говорит, ранами его мы исцелились. А вот теперь давайте подумаем, как же происходит этот процесс, что мы умираем с ним и воскресаем с ним. Ну, во-первых, во-первых, когда мы подходим к картине христовых страданий и смерти, мы очень четко начинаем понимать, что грехи наши, большие или малые, на самом деле это не пустяк. Иногда говорят, что я натворил, что я сделал, это касается только меня, вас это не касается, я сделал, я и отвечу, надо будет, перед законом отвечу, надо будет, в тюрьму сяду, я сам за себя буду отвечать. То есть человек, вот, чтобы признать, что есть в этом нечто большее, что грех, совершенный им, это не только то, что коснулось его, а коснулось его окружающих, и это причинило боль нашему Господу, об этом он не думает, он думает, что за свои легкомысленные слова, за свои легкомысленные поступки, он сможет сам рассчитаться, он сможет сам ответить, он сам хозяин своей судьбы. Друзья мои, а вы не слышите в этом тот же самый голос, который был когда-то раньше, голос эволюции вы не слышите, я сам поднимусь, я сам стану в большей степени моральным, духовным, прочным, верным мужем, женой, я стану лучше. Друзья мои, это тот голос, который из другого источника звучит, тот, который хочет нас толкнуть к поиску нашего собственного восхождения, собственной значимости. Посмотрите сказать вот такую фразу, может быть, она прозвучит несколько странно, но я хочу сказать так, христианство и эволюция вещи несовместимые. Христианство и эволюция вещи несовместимые. Я бы сказал еще больше, в свете вот этого текста библейского, слов апостола Павла, Голгофа и эволюция вещи несовместимые. Почему? Потому что по учению эволюции человек ищет, достигает, становится. Голгофа что говорит? Что раскрывает нам крестная смерть Господа нашего? Что? мы с вами не способны и не можем сами спасти себя. Зачем нужен был крест? Зачем нужна жертва голгофская? Почему Сын Божий пришел в этот мир? Да потому что Бог видел без помощи извне. Помните? Эволюция и эволюция учит, что все само собой развивается. Оставьте все как есть и все станет правильным, хорошим, честным, верным, нравственным. А учение о сотворении учит. Если нет воздействия Божьей силы, если Бог не вмешивается в жизнь человеческую, то эта жизнь распадается, личность деградирует и кроме беды ничего не будет. Голгофа во всей красоте своей показывает правдивость Божьего учения и Божьих слов и опровергает истину о том, что человек может спасти себя сам. Если эволюция права, то Голгофе незачем быть в христианской истории. Но вот теперь давайте подумаем, а что для меня это дает? Вот Павел говорит, а теперь вы встаньте рядом с Иисусом, который умирает. Он как бы приглашает поместить из себя, встаньте возле креста и подумайте, что же произошло на самом деле. И мы читали с вами, он грехи наши вознес на древо, взял на себя. Все мои, те, кто говорят, что можно по-другому, они как бы говорят, Христос, ты сделал неправильно, зачем ты грех наш взял, мы справимся сами, мы сами станем другими, мы сами жизнь построим достойную. Неправда, не можем, не то, что не умеем или не хотим, не можем, невозможно грешнику стать святым, невозможно грешнику стать праведным. Вот почему небеса открывает свою любовь в лице Иисуса Христа и почему нам картина эта так красочно в Евангелии нарисована, когда Христос умирает на кресте. Он вознес наши грехи. Это мы должны бы были быть там. И Павел говорит, встаньте рядом с Ним и поразмыслите, что если бы не было ваших грехов, жертвы Христа не нужно было бы быть, но Он потому умирает, что желает спасения. Прислушайтесь к словам, которые произносит наш Господь в этой агонии, в этом страдании. Ведь мог бы, должен бы по нашему рассуждению сказать, Отец, достаточно, довольно, покажи им наконец, кто есть семья, кто есть ты и кто они. Ничтожество восставшие рабы против своего правителя, творение восставшее против Творца, покажи им, пусть знают, что ты есть Бог, а я твой Сын. Но послушайте другие слова, совершенно другие слова. Там, на кресте, другие слова шепчет Сын Божий. Умирая, он шепчет слова не мести, не справедливости даже, слова прощения. Отче, прости им, ибо не знают, не знают, что делают, не понимают люди, что сегодня, распиная меня, они отвергают тебя, но ты прости им. И Павел говорит, вот встаньте рядом, вот крещение, это есть вот, что ты туда встаешь рядом с Иисусом и слушая его молитву, видя, что происходит, ты это для себя принимаешь, что это о твоем прощении, о твоих грехах молится, молится Сын Божий Отцу Своему, и это о твоем прощении он думает. Станьте свидетелями того, что произошло там. Если на наших встречах раньше, читая Писание, мы говорили, посмотрите, как величественен, как мудр Творец, какая сила его, какая мудрость, когда он создавал человека, животных, то сегодня мне хотелось бы сказать, посмотрите, какая великая сила в Евангелии, в этой доброй вести. Посмотрите, какая сила в том, что совершил Иисус на Голговском кресте, не отказался от того плана, который Бог Отец еще вначале предназначил. Но не только. Смерть Христа это только одна часть. Павел говорит, «А теперь, когда вы вкусили и увидели, насколько отвратителен грех, если вы оценили, какую высокую цену за вас оплачивает ваш Господь, а теперь пойдите с Ним дальше». А дальше после могилы что? Утро воскресения? Ведь все христиане говорят, что Христос воскрес, воистину воскрес. Он говорит, «А теперь, когда вы осознали и почувствовали, насколько страшен грех, какую боль причиняет Богу, какую боль причиняет Он Его любящему сердцу, а теперь вместе с Ним, как он пишет там, воскресли со Христом». Самые умелые знаменитые врачи мира не имеют лекарства против смерти. И знаем мы, живущие на этой земле, что мы смертны, потому что грешны. Но Христос даже смерть победил. Какая сила и в этих словах слышится, если вначале мир сотворил, безупречный, гармоничный, идеальный, то теперь вот это все испорченное, греховное, распадающееся, морально падающее, вот это все Христос готов воскресить и поднять. Я обращаюсь лично к каждому верующему. Павел говорит, «А теперь, если вы с Ним умерли, вы осознали тяжесть греха и этот грех отдали Христу и он понес его на себе, то теперь с Ним не надо в могиле лежать, мертвые боги не спасают и Христос наш, не мертвый Бог». С Ним вы теперь воскресли, с Ним вы ожили. Когда я вхожу в воды крещения, Павел так говорит, то я тем самым выражаю свою веру в Бога. Я отвергаю теорию эволюции, что я могу сам стать лучшим. Я отрекаюсь от своей прошлой греховной жизни. Я признаю творческую, воскресающую силу моего Бога, Христа Спасителя, который теперь во мне, в деградированной личности, может воссоздать образ свой и может вернуть мне утраченный рай. Вы помните разбойника, висящего рядом, который вначале, как и все, злословил Иисуса, а потом понял, в чем значимость жертвы Голговской. И поняв, он, наконец, произносит всего лишь несколько слов молитвы, прося прощения и прося возвращения утраченного. У Христа был для него ответ, и он обещает ему точно и однозначно будешь со мною в раю. Еще одно утверждение апостола Павла относительно значения самого крещения в жизни христианина. Послание Галатам, 3 глава, стих 27-й по 29-й «Все живы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, если живы Христовы, то семя Авраамова и по обетованию наследники». Мне кажется, в этих словах апостол Павел хочет сказать, крещение это знак восстановленных отношений с Богом. Грех что сделал? Разделение. Разорвал. Если раньше Адам мог лицом к лицу беседовать с Богом, то теперь грех лишил этой возможности. Из рая изгнан и туда больше возврата нет. То что говорит Павел здесь, что если мы во Христа крестившиеся в Него облекаемся, то мы по обетованию кто? Наследники. Что это значит? Что это значит для меня, кто все потерял? У кого нет наследства, рая нет, жизни нет вечной, все потерял. А Христос через апостола Павла говорит, а если вы принимаете жертву, если вы верите в это, если вы идете в воды крещения и этим выражаете свою веру, то вам выдается право снова стать наследниками. Кто мы с вами тогда? Сыновья и дочери Бога. Какая великая истина, какая радостная весть, что Господь нас не отвергает, даже если мы хлопнули дверью и ушли прочь от него, даже если мы некрасивые слова, ругательные сказали в его андрес, как чуден и благ наш Господь, который готов нас снова принять, простить и объявить своими сыновьями и дочерьми. А принимая крещение, я тем самым открыто свидетельствую, что я эту благодать принимаю и что я согласен, чтобы она в моей жизни отныне всегда действовала. Что необходимо человеку, чтобы он мог принять крещение, христианское, библейское крещение? Позвольте несколько таких основополагающих принципов. Во-первых, мы уже цитировали этот текст, Иисус Христос, посылая своих учеников, говорил, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первое, чему должен быть человек, научен, чтобы он знал ценность свою, знал о путях искупления, знал о спасении. Второе, мы тоже уже касались этой мысли, Иоанн Креститель проповедовал, и он что предлагал сделать слушателям своим? Покайтесь, признайте в то, что ваша жизнь, она не является достойной, покайтесь, исповедуйте свои грехи, и апостолы тоже говорили, когда вышли на проповедь, открыто и прямо, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Еще одна мысль, которая содержится в Евангелии от Марка 16 главе и стих 16, здесь сказаны такие слова, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Итак, тот, кто желает быть крещенным, он должен, кроме того, что он, первое, научен, кроме того, что он грехи свои, то есть, прошлое свое сознает, исповедует, он должен еще веровать. Если я не верю, если я говорю, все это сказки, это, знаете, скажите кому-то другому, у меня своя идея, у меня своя теория, я буду жить так, как я сам это понимаю. Извините, ничего не поможет, веровать нужно. Еще один пункт, мы об нем говорили уже только что, отказаться от прежней греховной жизни. Не только исповедовать, но и отказаться от той греховной жизни или образно, как только что говорили, умереть со Христом. Апостол Петр в первом послании, в третьей главе, 20-21 стихе, говорит еще о том, что значит само крещение. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Итак, само крещение есть не что иное, как не только исповедь, но и открытое обещание пред всеми служить Богу доброй совести, выражая в этом свою веру в воскресение Иисуса Христа и в том, что это воскресение нас изменит. Каким образом правильно должно совершаться крещение? Потому что, почему я задаю этот вопрос, потому что есть много видов, разных видов крещения. Я вспоминаю, как несколько лет назад, будучи в Израиле, мы стояли на берегу Иоордана. И группа паломников спускалась к реке, там есть специально отведенная такая купель, место, где можно совершить обряд крещения. Наверное, вы знаете, что многие люди специально покупают путевки на эти туры, чтобы поехать в Иерусалим, чтобы пойти к Иоордану и там принять крещение. И вот мы наблюдали, как вот эта группа паломников в таких крещальных одеяниях спустилась к реке. И после совершения молитвы друг за другом мужчины и женщины подходили к своему священнику или пастору, и он, стоя в реке, зачерпывал воду и из ладошки поливал им на голову, произнеся при этом слова «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». А люди крещенные не торопились подниматься вверх на берег. Покрещенные они как-то чуть в сторону отходили и потом сами погружались с головой в воду. И так делал каждый. С одной стороны обряд совершен, но как будто чувствовали эти люди, что этого не совсем достаточно, что вот что-то здесь не хватает по обряду и учению того священника, кто совершал, вроде все сделано. Но как-то не хотелось им выходить из Иордана до той поры, пока полностью не погрузятся в воду. Какое правильное крещение, библейское крещение. Мы только что читали о том, где совершал Иоанн Креститель, в Иордане, где было много воды. И когда Христос был крещен, то он вошел в воду и потом мы читали, он выходил из воды. То же самое Филипп Благовестник, когда он по дороге из Иерусалима в Газу встретился со знатным сановником из Ефиопии. В книге Деяния апостолов описывается этот вопрос человека, этого сановника. Он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? И ответ Филиппа был очень коротким. Если веруешь от всего сердца, можно. И они спускаются в воде. И вот здесь конкретно прямо сказано, что они оба сошли в воду, Филипп и Евнух, и крестил его, когда же они вышли из воды. Не было такой традиции в ранней христианской церкви, не было такой традиции в ранней христианской церкви, чтобы крестить вот с ладошки или кроплением. Не было такой традиции. Да даже крещение князя Владимира в Херсонесе. Оно было в купеле, где он был погружен полностью. И дружина его-то окрестилась. Я не говорю о том, что метод, который он применил к жителям Киева, когда он их пригласил, пригласил, но при этом сказал, кто не пойдет, мне не друг, а враг. Кто же хотел быть врагом для князя киевского? Ну, кто же хотел? Выполнили они. Но сама форма крещения, погружение полное, вот это было правильно, вот это было верно. Потом пришло изменение, пришла, простите за это слово, которое я часто употребляю на наших встречах, пришла своего рода эволюция, изменения, которые сегодня мы можем наблюдать во многих и многих церквах, когда коротким креплением или коротким обливанием совершается то, что хотят назвать крещением. Не было такой традиции в начале. Мне кажется, что сама идея вот умирания грешного человека, смерть грешного человека и его воскресение, оно никак не может совпадать с этим частичным омовением, как, впрочем, и обновление человека. Ведь подумайте, крапления, ну, вот немножко там, может быть, утрирую, на мозги покапали, а все остальное, мозги очистились, а руки и ноги, а глаза куда глядят, все осталось как прежде. Не так должно быть. Не так должно быть. Писание учит нас, что это есть смерть всего греховного старого человека и полное обновление для новой жизни. Мне кажется, что народ в последнее время, наш русский народ, как-то чувствует потребность в том, чтобы получить крещение через полное погружение в воду. Знаете, на основании чего я делаю такой вывод? А вы посмотрите, сколько на 19 января? Сколько людей идет к проруби, к этим специальным местам только в одном южном округе столицы в прошлом году 20 тысяч, а в этом году 30 тысяч было, а по России 400 тысяч тех, кто пожил. И это не те, кто моржеванием занимаются, и те, кто покрасоваться здоровьем своим, что мы и в 40-градусный или 20-градусный, в любой мороз мы можем купаться в ледяной воде. Это те люди, которые идут туда. Да, многие называют это такими крещенскими купаниями, но когда вы почитаете те советы или, я бы сказал, наставления, которые даются, как себя вести, то, оказывается, речь не идет просто о купании, поскольку рекомендуется, трижды окунаясь в эту купель, говорить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это те слова, которые наш Господь Иисус сказал, что они должны быть произносимы, когда человека погружают в воды крещения. Мне кажется, вот эта внутренняя неудовлетворенность внешним неполным обрядом сегодня побуждает многих людей идти даже в лютый мороз, чтобы омыться в водах крещения. Ну, а почему бы не избрать сразу правильный путь и делать так, как учил Господь, делать так, как учил наш Господь Иисус? Одним из довольно часто задаваемых вопросов, а можно ли вообще креститься дважды? Ведь если я уже в детстве крещен или уже однажды принял водное крещение, а можно ли, не будет ли это грехом? На прямой вопрос есть прямой библейский ответ. Книга Деяния Апостолов 19 глава с 1 по 5 стих говорит, что во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел, апостол Павел, пройдя верхние страны прибыл в Ефес и там он нашел некоторых учеников и сказал, приняли ли вы святого духа у веровов? Они же сказали ему, мы даже и не слышали, что есть дух святой. Он сказал, а во что же вы крестились? Они отвечали, воянного крещения, то есть через полное погружение. А вот дальше Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Крещеные еще раз крестились. Крещеные еще раз идут в воды крещения. И Павел говорит, что все правильно. И, наконец, я хотел бы еще один аспект, который считаю тоже немаловажным, что содержит или что наполняет крещение. Когда тысячи уверовавших во дни апостолов шли и принимали крещение, то отчет библейский говорит, что они охотно принявши слово, крестились, и дальше идет глагол, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Куда присоединилась? Кому присоединились? Дальше. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу веселья, простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Крещение указывает не только на то, что возрождение к новой жизни происходит. Крещение показывает и то, что человек возвращается в Божью семью и не как-нибудь сам по себе блуждает дальше в этой жизни, а присоединяется к церкви Божьей. Когда кто-либо проходит через воды крещения, он становится частью божественной семьи, он становится частью великой божественной семьи, вселенской семьи, он становится детем Божьим. Не упускайте этот факт, не думайте о том, что однажды где-то тайно покрестившись, я уже исполнил волю Господню. Крестившиеся присоединяются к церкви. Я бы хотел обратиться сейчас к тем, кто уже крещены и кто верует и кто знают во что крещены. Дорожите, дорожите этим высоким статусом называться детьми Божьими, дорожите статусом спасенного во Христе Иисусе, дорожите тем, что вы можете быть членами Церкви Божьей, что вы можете быть членами Божественной семьи. Ну, а если сегодня присутствуют те, кто еще крещение не приняли и слышат эту весть о крещении, библейском крещении, я хотел бы процитировать слова, слова, которые тот же апостол Павел произнес одному человеку, глубоко размышлявшему о смысле жизни и о том, как ему теперь дальше эту жизнь строить. Когда он в этом размышлении находился, Павел, обращаясь к нему, говорит, и так, что ты медлишь, встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Не правда ли определенная весть? Для нас, кто крещены и кто знает истину, и для тех, кто к этой истине сегодня приближается. Подумаем, каков наш следующий шаг? тех, кто в церкви, как я буду двигаться дальше? Каково мое служение в этой церкви? Какова моя миссия? А тех, кто не в церкви, подумаем, какой шаг приглашает меня Иисус сделать сегодня? Велико Господь, Он чудеса творит, Он открывает истилы нам двери. И нужно только сердце отворить и жизнь свою спасителю доверить. Иди к Нему и не смотри назад, склонись в молитве первой на колени и смоет раскаяние слеза с твоей души все сомнения. Иди к Нему и истина и свет и мудрость и любовь дары Господа нет. Он ждал тебя так много долгих лет Он звал тебя взывает и всего дня Он все твои грехи забыть готов Он искупил тебя ценой мучени земля голубой впитывала кровь и небо дверь открылась перед всеми и для тебя открыта эта дверь и за тебя свершалась жертва это приди к Нему всего себя доверь и откажись от тьмы во имя света открой верил Иисусом сердце дверь приди к Нему Он ждет Он не прогонит Ни через день Ни через год Теперь сегодня жив сейчас жив в этом доме Льв льв и и льв и